Попрощалась с Симой? Идёшь в школу? Да? Кажи пока-пока, Сима. Давай-давай-давай-давай, скорей. Восемь часов надо идти в школу. Пока, доченька. Пока. Уи, жули сервей, проми. Мяу. Мяу. Чао. Сейчас я кашку съем свою и йогурт, а потом будем здороваться. Всем моим зрителям огромнейший привет. Вы на канале Милая Френова. Сегодня я хотела начать наконец-то свои планы. Куда там то видео снимать, которое я обещала. Ну там счет по работе много очень всего. И решила, думаю, пропылесошу уже, потому что неделю буквально без пылесоса уже. А потом уже начну заниматься своими делами. Но, видимо, не судьба, потому что, чтобы пропылесосить, только нужно еще полчаса собрать вот эти игрушки. А самое главное, она сейчас буквочками увлекается, Ленка, у меня. Поэтому вот эти буквочки, ну попробуй собери. Потом у меня рандеву ногтя, чтобы сделать. Потом надо доктору позвонить, чтобы с носом моим разобраться, почему он у меня два месяца уже не дышит, понимаете. Вот, поэтому я решила извиниться и все-таки взять эту неделю уже, да, после этих длинных каникул, да, больших. Уже все-таки навести какие-то порядки в доме, навести порядки в жизни, со здоровьем. Вот, а потом уже начну снимать все, что я вам обещала. Так что вот так. Ну пока буду снимать то, что делаю. То, что мою, драю, убираю, куда хожу. Мы сегодня с супругом вдвоем обидуем. Без детей. Впервые за сколько уже месяцев, не помню. Я до сих пор продолжаю его кормить этим табулей, который остался. Уже второй день мы его едим. Вот, и еще я очень рада, что он остался дома, потому что, наконец-то он увидел, как это долго реально уборка в доме. Потому что он мне всегда говорит, как это, что это, ты четыре часа, что ли, мыла окна и полы, и игрушки собирала. А теперь увидел, что я реально не сачкую, да, там все делаю, а уходит на это безумное количество времени. Зато он понял, как это работает. Потому что, на самом деле, одно дело про пылесосить. Но пока ты пылесосишь, нужно собрать все эти игрушки, отодрать от пола наклейки. Ну, короче, дел по горлу. Так что, сейчас я его покормлю. Я в доме поубирала немного. Ну, в смысле, помыла, что могла помыть. Вот, теперь покормлю его и поеду ноготочки делать. Я сделаю, знаете, что, такие черные с блеском ногти, потому что я хочу на концертной металлике поехать именно во всем обмундировании, так сказать. Короче, это еще уже другой день, потому что в тот день, когда я начала снимать это видео, я потом поехала делать ноготочки. Кстати, черные сделала. Это для концерта металлика. Уи-уи, жаташ. И потом, и я забыла, короче, камеру дома, и потом мне уже было лень снимать, потом какие-то дружбаны к нему пришли. В общем, не до этого было. Сегодня они дома, и Жульен прям реально меня попросил. Ты можешь его взять и уехать куда-нибудь? На тебе мою карточку и еть куда-нибудь. Потому что он реально не может посидеть, поработать нормально. А он же сейчас в бюро не ходит из-за своей этой поломки ноги. Так что я взяла детей, и мы с ними едем, короче, покупать им игрушки. Вот. Я такая хитренькая мама, я, короче, сказала им о том, что я им куплю игрушки, но только для этого нужно сходить со мной в аптеку, помыть машину, потом сходить и просто разорвать карточку папы и купить каких-нибудь джинсов себе на осень. Там новая коллекция в Киабе. Я понимаю, что это не самый крутой магазин. Иди. Это не самый крутой магазин, но все равно карточкой сегодня муж попользуюсь и куплю себе джинсиков кучку. А сейчас я иду с ними в аптеку. У нас здесь аптеку новую поставили. Ну, у нас. Там, где я раньше жила, в Люкене. Новая аптека, она, короче, невероятно просто огромная. Это уже даже не аптека, это уже какой-то магазин, блин, косметики. Пойдем туда, я по рецепту себе куплю, что надо, и заодно попользуюсь карточкой мужа. Смотрите, это уже даже не аптека. Она там огромная-огромная. Это просто супермаркет какой-то теперь. Ну, тут пусто, да. Тут вообще супермаркет просто какой-то. Посмотрите, даже до конца туда идет. Вот это аптека. Первое. Идем покупать мне джинсы или вам игрушки? Пойдем. Никак не могу определиться, вот эти мне взять на концерт. Они, видите, блестящие такие. Или вот эти, эти тоже блестящие. Ну, короче, я, наверное, вот эти возьму. Ты можешь вот эти красивее. Что, устал, да? Я еще ремень вот такой взяла, сумку вот там взяла и куртку кожаную. Модники. Целый пакет купила. Пошлите за игрушками. Пошли за игрушками. Я вам заширшили жуэдабах. Одна у меня в розовом, в розовом отделе с куколками, а второй там лего выбирает. А саси импусэт. Тео, покажи, что ты купил, пожалуйста. Он себе, как всегда, лего вот такой взял. Будет сейчас собирать это часа на два ему, наверное. А это Леночка взяла, я не вижу, вот так. Стоп, стоп, не стоп. И она взяла себе вот такую куколку, которая там перед зеркалом сидит, расчесывается. И еще какие-то яйца они взяли себе. Говорят, что вроде их потер и оттуда кто-то вылазит. И еще Ленка взяла себе кучу пластилина. И убежала уже. Опять от детей своих в Макдональдсе. Кормим просто уже час дня. Ой, открой ей, пожалуйста, эту маску. А книжечка, смотри, какая классная. Это тебе. А мне кто-то посоветовал салаты у них попробовать. Я взяла вот такой вот салатик. Посмотрим, что получится из этого. Так, товарищи, показываю вам свой лук, в котором я поеду на концерт в Металлике через два дня. Очки-то я стырила у мужа своего. Волосы покрашены будут завтра в черный, только черный цвет. Ногти тоже черные. Черная кожаная куртка, потому что в Париже в это время может быть прохладно. Тем более, что это будет вечером. Вот эта вот майка, здесь написано роккерз, ну типа роккенрольщица. Но эту майку мне Жужука купил недавно, но он сказал, что когда мы зайдем в концертный зал, там будет бутик, и он мне купит именно майку Металлики. Джинсы обтягивающие вот такие. И на всякий случай такая вот сумка, потому что с большими сумками заходить в зал нельзя. Поэтому в эту сумку я покидаю телефоны, камеру обязательно с собой возьму. И вот так она у меня будет висеть. По поводу обуви. Обувь будет вот такая. У меня даже серебряные такие носки здесь, короче, я купила. А обувь такая золотистая. И фасон, который любит Джеймис тоже, он обожает такую обувь. И более того, она удобная. Вот как бы вот такой вот видон. Ну и джинсы вот такие обычные серые взяла. Я уж черные не стала брать. А помадой черные губы красить не буду. Накрашу красные, пусть будет. Как бы что-то размешать же надо. Не все же черные мне там быть. И так на меня не похожи черные ногти. Там черные, черная кожаная куртка. У меня никогда такой не было. Хотя красная есть. Красная кожаная у меня есть. Только ваше цвета как машина, кстати. Хотела вам показать. Он мне сказал, на, я тебе что-то купила. Пришла посылка. Яблочная пассия, типа. Это он мне заказал что-то. Посмотри. А, Ленка, хватит психовать там. Вот понимаете, мужики реализовывают свои фантазии на нас, на женщины. Он мне давно говорил. Я видел какие-то шорты, которые бы тебе очень пошли. Вот я хочу тебе их купить. Вот он мне шорты купил. Сейчас пойду дефилировать. А ты когда? А ты когда? А ты когда? Он счастлив. Сейчас я одену эти шорты и пойду в магазин, короче. Тан-дан. Эй, бум-бумчики, биби-бум. Окей. А еще какая-то посылка ко мне пришла. Если хотите, я вам ссылку на шорты, конечно же, оставлю. А это что? А это... А это вот я вам говорю. А сто раз я только это заказываю. Я попробовала где-то три года назад. Вот эта пудра, да, жидкая. Я только этим и пользуюсь. Это Max Factor Ageless Elixir. Типа антивозрастной эликсир. С SPF 15. Слушай, не курить, а воняет. Я ж не курю больше. И я вот уже сколько лет только этим и пользуюсь. Я постоянно с Амазона беру. Тоже ссылочку оставлю внизу. Я покажу. Ну и заодно ссылку оставлю, посмотрите. Потому что вот реально мне только это подходит. Потому что когда я этим пользуюсь, у меня реально кожа гладенькая, хорошенькая. Но чего она блачет постоянно? Помогите ей кто-нибудь с куклой разобраться. Пошлите поможем ей с куклой разобраться. Это какой-то проблем? Она не сидит. Чтобы куколка сидела, ей нужно ножки раздвинуть. Смотри. Так. Чуть-чуть ножки. Смотри, вот так раздвигаешь ей ножки. И... Вот. И она уже будет сидеть. Сидит? Вот. И что она будет делать, куколка? Куколка. А как ее зовут? Эсапель Комус. Эсапель Комус. Тата. Тата. И обхей, фокай, фаслы бау, сентуптипы. И ля, депути... Шофи. Ой. Она ее Тата назвала. У нее ванночка есть. Будешь расчесывать ее, да? Ванночка. 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 Поехали кататься. Я пока салатик делаю. Это салатик из помидоров, био, естественно, с луком и со сметанкой. И у меня вот этот салат ассоциируется почему-то с моим детством, потому что мама очень часто это делала. И потом хлебом я это все вымакивала. Это было так вкусно вообще просто. Мне кажется, даже Юшка, да, это называлось? Потому что он называет это соус. Этот соус, мне кажется, даже вкуснее самого салата всегда был. У меня есть еще 15 минут до того, как поехать в Амап за новыми овощами. Я решила посмотреть, что у меня осталось. Вот у меня пару кабачков еще, как бы, да, осталось с прошлого раза. Но это я все приготовлю, потому что, знаете, я делаю вермишель из кабачков. Я уже показывала до этого. А вот морковочка, она начала уже подсыхать. Вот эта тоже подсыхает. Морковка подсыхает. Перчики у меня есть. Петрушка есть. И вот эти вот все помидоры, которые Ленка пособирала. Их много вот таких вот маленьких. Я решила просто сейчас в одной кастрюле все это сварить. А потом миксером перемолоть. И у меня получится супчик. Тогда у меня будут небольшие такие стаканчики с супчиком на завтра, например. Я сейчас поставлю варить и уеду. Он, наверное, так к концерту в Италии готовится, что даже я не могу овощи постоять, почистить спокойно. У меня их песни здесь крутят. А за овощами, кстати, я не поеду. Позвонила моя подружка, сказала, что сейчас она проедет там и заберет мою корзинку. Так что освободила меня от лишних дел. И зайди к ней, зайди. И все, видите, такую кастрюлечку забацала. Там у меня какой-то перчик был неиспользованный. Кабачки были, морковка, видите, она такая не очень. Я это все сейчас поставлю варить на очень медленном огне после закипания. И потом добавлю каких-нибудь моих любимых специев. И в обед у меня этот супчик вообще идет просто на ура. Пару яиц я пожарила в стаканчик супчика. И все, обед у тебя практически полноценный. Какие-то люди в нашем саду приехали. Клуб, что ли, инвалидов. Это приехала девочка, у нее половина рука. Смирно. Я беру это? Да, я беру это. Это круто. Да, милая. Он тоже. Он тоже. А ты? Он тоже. Он тоже. Он тоже. Он тоже. Он тоже. Он тоже. Слушайте, Владисия мне только что дала клевый рецепт, потому что я обычно в эту бутылку лимон и мяту, например, или как это, имбирь еще. Она мне сказала, возьми огурца, порежь и мяту. Я порезала огурец и мяту и залила водой, знаете, какой, вода с пузырьками, которая газированная. Смотрю, что получится из этого. Завтра попробую с утра, когда она настоится, будет ли она такая же, как моя водичка. Но все равно спасибо подружке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok